Всем привет, ребята! С вами снова я, Ирина Ясинская, и сегодня будет крутое, страшное видео. Все как вы любите. Перед началом не забывайте ставить лайки, нажимать колокольчики и подписываться на мой канал. Нажимайте красную кнопку, подписаться внизу под этим видео, чтобы она стала серой. И сейчас я расскажу вам, что за видео вас сегодня ждет. А перед началом самый крутой ваш комментарий появится прямо здесь вот сейчас. Окей, ребята, итак, сегодня я специально для вас, ну и для нас с Димой, кстати, меня снимает оператор Дима. Всем привет! Заказала Макдональдс Happy Meal пирамида головы. Ребята, кто не знает, такой чел у него на голове пирамида. Он ходит в набедренной какой-то повязке, такой голый торт, торс, торт, голый такой торс. Такой сильный пирамидоголовый мужик, и в руке у него такой огромный меч, типа мачете, как он называется, такой просто гигантский. Он просто всех фигачит, просто невероятно страшный монстр. Называется он пирамидоголовый. Я, кстати, играла с ним в экстремальные прятки, это видео вы можете посмотреть на моем канале и многие другие крутые видео. Я и вызываю духов, и играю в экстремальные прятки с этими монстрами. И также заказываю всякие штучки невероятные в Даркнет, которые вы нигде и никогда не увидите, ребята. Потому что, во-первых, они на запрещенном сайте, и тут, там может приобретать только тот человек, который состоит в этой группе, ребята. А также они стоят просто куча, куча, куча бабла. Вот, например, допустим, вот этот Макдональдс Хэппи Мил, который я заказала с пирамидоголовым, он стоит, ребята, 100 баксов. 100 баксов это примерно в рубли где-то тысяч 6-7 русских рублей, ребята. И, ну, я думаю, что это очень дорого для обычного Хэппи Мила. И самое странное то, что они туда кладут, и что происходит после того, как эту еду попробуют. Вообще, возможно, ее попробовать или нет. Поэтому буквально совсем недавно мне курьер Макдональдса прислал фото нахождения Хэппи Мила. Итак, ребята, вот, видите, вот это изображение. Получается, что он где-то у какого-то пепелища, у костра, где-то у нас в лесу он его здесь сбросил. Поэтому, ребята, не будем откладывать. Прямо сейчас отправимся и будем искать Хэппи Мил Пирамида Головой. Итак, ребята, мы уже здесь на дороге в лесу. Я так понимаю, что это место где-то возле дороги находится где-то этот Хэппи Мил. Где-то прямо вдоль дороги надо искать. Сейчас еще раз фотографию посмотрю. Что-то типа, опачки. Кажется, я нашла это место. Пойдемте. Вообще, интересно, что можно положить в Хэппи Мил Пирамида Голова. Какие страшные штучки. И интересно, что же может произойти, если вообще съесть эту еду. Но, ребята, 100% никогда не ешьте Хэппи Милы, которые заказывают в Дартнет. Потому что вдруг кто-то закажет вот этот Хэппи Мильчик. Здесь, значит, Пирамида Головой у нас на заставке. И написано, видите, Хэл Мил, то есть адский мил, адская еда. Пирамида Головой. Пирамид Хэд. Ну, ладно, ребята, мы нашли этот ужасный, страшный Хэппи Мил, который придется, наверное, нам съесть. Но для начала мы его хотя бы откроем. Сейчас отправимся в наш дом Мистики, где мы будем открывать эту коробочку. Итак, ребята, мы пришли в наш дом Мистики, чтобы открыть эту адскую еду, этот Хэппи Мил Пирамида Головой. Так, я надеюсь, что вы готовы, потому что я готова. И если вы налили себе чай и взяли какие-то печенюшечки для того, чтобы смотреть мои видео, то я не знаю, после того, что я открою, как что-нибудь полезет вообще в рот или нет. Какая-нибудь еда, потому что мне кажется, там будет просто жесть. Ладно, давайте открывать. Это капец, ребята, еще таких Хэппи Милов я никогда не заказывала. Я заказывала сиреноголовую Хэппи Милов, заказывала карту Кэта, но такой жесть, и я ни в одном Хэппи Мил не видела. Это просто, ребята, жесть. Этот чувак реальный, кровожадный, потому что такое положили. Просто жесть. Вот то, что сразу мне бросилось в глаза, смотрите, ребят. Смотрите. Салфетки. Да, и они просто, блин, салфетки эти. Это кровавые салфетки. Это салфетки с чьей-то кровью. Наверное, с кровью того, кого прикончил этот пирамидоголовый. Посмотрите, они просто вот пропитаны. Просто отчуметь. Жестяк. Прикинь, положить кровавую салфетку. Я не знаю, пахнет, конечно, странновато. Может быть и кровью. Я не знаю, как пахнет вообще кровь. Но это просто нереальная фигня. То есть они, смотри, получается одна грязная салфетка, получается, с кровью. И тут еще остальные чистые. Это типа, если вдруг со мной что-то случится, чтобы я тоже так носик свой прикрыла, чтобы у меня кровь не текла. Жесть. Просто жесть. Так, дальше. Ребята, там просто... Вы не представляете, вот камера не передает вони. Какая там внутри вонь. Как будто у них специальный какой-то, я не знаю, там какой-то парфюм специальный вонючий для этих хэппи-милов. И они туда просто выливают весь этот тюбик. И воняет просто жесть. Ладно, я тут нашла картошечку, ребята. Та-дам! Картошка фри от шефа Пирамида Голового. Посмотрите просто эту жизнь. Посмотрите, что там внутри. Какие-то гвозди. Какая-то черная фигня. И что это? Что это? Слушай, там какая-то... Слушай, похоже на опарыши, ребят. Вы знаете, что такое опарыши? Это когда вот умирает что-то живое. И долго лежит. И вот типа там мышек. И там заводятся эти червяки, которые жрут вот это умершее тело. И вот это похоже на опарыши. То есть это такие червяки. То есть они жрут картофель, что ли, я не знаю. Или это мертвец, этот Пирамида Голового. Но по-любому у него тут такое это... Тело, смотри. Вот у него, кстати, вот этот вот меч вот этот огромный. Пирамида вот на голове. Но он вообще такой синий. Реально он мертвец. Это не просто какой-то человек, который напялил на голову пирамиду. Ладно, давайте высыпем картошку. Посмотрим, что это за фигня. Ух, жесть, ребят. Это просто жесть. Посмотрите. Я не знаю, это вообще возможно, это есть или нет. Тут почему-то гвозди. Видимо, это любимое оружие Пирамида Голового. Гвозди. И вот эти вот опарыши. Просто вот эти червяки. Или это яйца червяков. Я фиг его знаю. Смотрите, сколько гвоздей. Раз, два, три. Гвоздей не пожалели, блин. Она реально была тяжелая. А я думаю, что посылка такая дорогая. Просто там же еще по весу получается, что какой вес. И такая цена. То есть помимо того, что я заплатил за содержимое, еще плюс вес вот этот все добавил. Поэтому получилась такая огромная цена. Офигеть. Вот еще один гвоздь я вижу. Просто раз, два, три, четыре, пять, шесть гвоздей. Шесть гвоздей. Вот это вот все. А, там еще внутри гвозди. Просто это реально. Это как вот это... Это съедобно? Я не знаю. Но вообще это, наверное, придется как-то попробовать, что ли. Ладно, давай до конца откроем. Может, бургер там чуть получше. Это потому, что просто полная какая-то фигня, ребята. Кстати, не забывайте ставить лайки. Ребята, вы знаете, что чем больше лайков, тем чаще видео. А мои видео выходят каждую среду, пятницу, субботу и воскресенье. Четыре раза в неделю. Среда, пятница, суббота и воскресенье. Ребята, я всех жду на своем канале, на новых видосах. И пишите, ребята, какой хэппи-мильчик еще заказать. Потому что там на сайте Darknet огромный выбор разных монстров. Есть, например, мне очень понравился хэппи-мил светофороголовый, ребятушки. Интересно, что туда могут положить. Вообще, если вам тоже, то пишите в комментариях, какой хэппи-мил заказать. Или, может быть, какую-нибудь еще штучку там полно. Вот просто там выбор огромный. Конечно, там кошелек не резиновый. Но на что мне хватит? Там финансово денег. Я обязательно закажу, чтобы вам это показать. Потому что, ну, мне тоже это интересно. Это вообще нереально прикольно. Ладно, давайте доставать бургер. Бургер. У нас остался еще бургер. Бургер, бургер. Тоже он, видите, вот испачкался, наверное, от кровавого этой салфетки. Блин, чуть не уронила. Так, ладно, давайте открывать. О, черт, смотрите. Черт, это что вообще? Слушай, я не знаю. Это вообще-то такая, это просто офигеть. Он как будто из решетчонка. Как это сказать? Эними гвоздями. Он весь просто напичкан гвоздями. Как бомбочка какая-то. Как его есть вообще? Это не чизбургер, это бомбочка. То есть, они определенно хотели, чтобы мы такие открыли. Боже, что это такое? Они такие открыли. Ммм, чизбургер с гвоздями. Такая. Они такие, ааа, гвозди просто. К рту присандалились. Слушай, а может они съедобные? Мы зря тут наговариваем. Не, они железные. Они реально настоящие. Может быть... А, ну смотри, если они легко вытаскиваются, может быть их это можно повытаскивать и все. И есть, пожалуйста, да? Ну что, проблема-то в принципе. Все правильно. Только вот это вот меня смущает. Вот эта вот подливка. Может быть она хотя бы съедобная. Сейчас я на язык попробую. Ааа! Нет. Это отвратные какие-то сопли. Черные сопли пирамидоголового. Ладно, давайте откроем. Посмотрим, что там внутри. Так, вроде пока ничего. Блин, офигеть. Это что такое? Это что, лезвие? Блин, я не могу открыть из-за того, что он просто гвоздями весь истыкан. Смотри. Это что-то ножи? А, это да, это лезвие. Прикинь, короче. То есть они рассчитывали на то, что, ну это обычный огуречек, что ты укусишь, блин, и твой язык нафиг разрежет пополам вот это лезвие. Оно острое, посмотри. Оно острое, смотри, как оно режет. Смотри, смотри, как оно режет. Вот. Оно буквально разрезает вот котлету. Просто разрезает. Вот. Смотри. Даже бумагу, наверное, разрезает. Вот. Вот. Смотри, какое острое. Очуметь. Вот это, ребята, вообще не игрушечки. Никогда не заказывайте этот хэппи-мил. Пирамида голового с Даркнет, потому что, ну, это реальная жесть. Ну, здесь вот ничего нет. Хотя бы булочка более-менее нормальная. Котлета вся. Вся она какая-то, как в крови измазанная. Не знаю, ребят, как это вообще есть. И тут еще, смотрите, что-нибудь осталось? Нет, вот смотрите, тут, короче, вот эти вот опять эти червяки, эти личинки. Я так понимаю, что это создан для того, чтобы типа это... Ладно, давайте уберем сейчас эти гвозди. Типа, ну, такие приправили. Знаете, такие вот это все повынимали. Ну, уже дураки не будут есть с гвоздями, да, типа. Повынимали. И типа вот. Приятного аппетита. Да? А, это типа семечки кунжут. Я их внутрь запихала. Это надо было сверху. Это булочка с кунжутом. Это типа такой даркнетовский кунжут. Если вы хотите с кунжутом, у них есть личинки, которые можно посыпать вместо кунжута на ваш чизбургер, пожалуйста. И очень вкусно. Так, ладно, хоре болтать. Давайте, ребят, пробуйте. Я не знаю, правда, как это выйдет. Вот салфеточкой уже можно вытирать руки. Не знаю, какой сюрприз. Так, не улетай. Давай туда поставим вот эту вот бутылку. О, так. Так, ребята, что не сделаешь ради вас, ради клевого и крутого контента. Прямо сейчас буду пробовать эту даркнетовскую еду и буду надеяться на лучшее. Давайте попробуем одну картошечку. Сейчас я эту личинку только сниму. Надеюсь, что она не отложила никаких личинок еще. Здесь, ребят. Вкусно? Нет. Она бы вкусная вообще. Она вообще безвкусная. И она... Она не картошка, не соленая, как будто... Я не знаю. Что там? Ты слышал что-то в лесу? Какой-то звук. Слушай, может быть, это курьер еще не уехал? Может, он там приносит и прячется, и следит за нами? Пошли проверим. Бывает такое всегда, когда мы начинаем что-то там открывать, когда мы едим, мы слышим. И до меня сейчас доходит, может быть, это реально остается этот менеджер или курьер с даркнет и начинает пугать всякими звуками. Вы слышите? Как будто это топором рубит дерево. Как будто рубит топором дерево. Побежали. Скорей. Реально здесь... Где? Блин, мы его, походу, спугнули. Я прям отсюда слышала. Ребят, вы слышали? Прям стук. Как будто бревна рубит. Где ты здесь? Черт! Блин, я чуть не обосрала, Арси. Ты видишь? Топор. Куда он делся? Он был здесь. Короче, ребят, я не знаю, это или был сам пирамидоголовый, или, короче, кто-то здесь нас реально пугает и отвлекает. О, не могу достать. Ну, давай. Есть. Ребята, просто чуметь. Блин, я не знаю, надо возвращаться, потому что меня что-то... Чего это вообще такое? Не знаю, мне что-то прям... Я что-то себя чувствую как-то... Блин, плохо. Я не знаю, кто там был в лесу, ребят. Но реально надо избавиться от этого хэппи мила. Избавиться от всего. Вот, подождать пару часов, чтобы вот этот вот привкус как будто внутрь... Что-то мне... Ты отравил с картошкой? Что-то... Что за нафиг, блин? Что это за фигня? Дим, тут кто-то был. Ты что, мать? Дим, тут кто-то был, смотри, тут все раскидано. Какой-то гвозди. Огромные гвозди. А это что такое? Это, блин, меч этого пирамида голового. Смотри, кто-то отпустил. Блин, да это реально, это... Посмотри, как у него такой огромный. Он что, жрал тут мою еду хэппи миловскую? Смотри, картошка прям съедена, много съедена, раскидана. И этот, и чизбургер откусил. Смотри. А он прям реально откушен с гвоз... Он что, прям с гвоздями сожрал? Посмотри, какие гвозди. Блин, это вообще... Это нереально. Он, значит, жрал, и когда мы вернулись, он испугался, короче, свалил и оставил свой здесь меч просто. Тяжелый, блин. Короче, ребят, что за фигня? Реально, пирамидоголовый был здесь. Видимо, он решил пожрать свой же хэппи мил. Я не знаю, как это еще просто. Но просто нереально мне очень понравился этот хэппи мил. Я надеюсь, что он больше не придется, что он наелся. Хотя он может прийти... Слушай, давай оставим ему там его меч. А то еще, не дай бог, он припрется сюда к нам. Я сейчас оставлю ему меч, пусть он его забирает. Нам нафиг ничего не надо, и пусть сваливает отсюда. Ребята, короче, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и до новых встреч в новых мистических видео. Пока!